Во время своего пребывания в Кишиневе великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин встречался почти каждый вечер с молодыми офицерами генерального штаба, занимавшимися военно-типографической съемкой Бессарабии. Большинство из них были выходцами известного Муравьевского училища для колонавожатых. Среди них был и Александр Фомич Вельтман. Впоследствии все узнают его как писателя, археолога, автора романов, повести и поэм. По свидетельствам очевидцев, Пушкин умел среди отличить Вельтмана, любимого и уважаемого всеми. Он один из немногих, который мог доставить пищу для ума и любознательности Пушкина. Связывали Александра Сергеевича и Вельтмана любовь к поэзии и интерес к молдавскому фольклору. Интересно отметить, что стихи о Кишиневском обществе, написанные Вельтманом в виде припева к национальному молдавскому танцу «Жог», послужили Пушкину образцом для его стихотворения «Разевавшись от обедней». В библиотеке Пушкина сохранилось пять книг Александра Фомича. На одной из них надпись «Первому поэту России от сочинителя». Александр Вельтман оставил воспоминания о Бессарабии с описанием встреч и разговоров с Пушкиным на литературные темы. Самыми известными произведениями Вельтмана являются «Странник», а также цикл романов под названием «Приключения, подчеркнутые из моря житейского». Ну что ж, а теперь наша четвертая «Кофейная история». И в руках у меня книга «Странник» Александра Фомича Вельтмана, изданная всей литературой и паблики, изданной Академией НУК СССР в 1978 году. Интересной особенностью романа является авторское смешение реального и фантастического, бытового и авантюрного. Предлагаем вам послушать цитату из романа об особой атмосфере, которая царила в Кишиневе конца 19-го, начала 20-го века. «Насмотрелся на атлетическую борьбу булгарскую, на джок молдаванский, на музыку цыганскую, на кущи жидовские. Зашел в Бакалею греческую, в кофейню турецкую, взглянул безучастно на явный признак просвещения на вывеску «Марчидан де модес» французскую и в заключение разменял бумажку русскую на медное серебро австрийское. Приехать из глухого переулка Белокаменной Москвы, на перекресток боржения и столкновения всех древних народов Европы и Азии и найти их в такой дружбе и согласии очень приятно. 1918 год. В 1818 год Александр Фомич Вильтон заехал в город Кишинев. Куща жидовские – это еврейский праздник Суккот, который празднуется в октябре осенью. И поэтому мы спросили рэби Даниэля, и он точно сказал, что в конце сентября 1818 года Вильтон заехал в Кишинев. Тогда в Кишиневе жило около 12 тысяч жителей, и тут было три кофейни. И вот еще одна цитата из этой же книги. «Вправо и влево бросались мне в глаза то бокалеи с широкими окончинами, то кофейне, в которых сквозь двери стеклянные простенки видны были прямо черный очаг, установленный разной величины кофейниками. Посередине жировня, по сторонам диваны, на диванах в чалмах, кушмах и фесях, в фермеле и мейтанах усатые гости. Молча играют они в коунхину, трик-трак и глотая кофе, обдают себя табашным дымом». Трик-трак – это нарды. И мы играем точно так же, как играли в Кишиневе практически 200 лет тому назад.